Поговорим с вами о сложении именованных чисел. Именованные числа – это числа с наименованием. Например, килограммы, граммы, часы, то есть меры массы, меры времени, меры длины. И при сложении и вычитании таких чисел дети сталкиваются иногда с определенными трудностями. Вот возьмем, рассмотрим такой пример. К 15 килограммам 320 граммам прибавить 4 килограмма 800 граммов. Есть несколько способов сложения. Первый способ – А. Можно эти числа именованные выразить в меньших единицах. Килограммы и граммы выразить только в граммах. Итак, 15 килограммов 320 граммов. Сколько это будет всего граммов? Верно, 15 320 граммов. А 4 килограмма 800 граммов равно сколько всего граммов? Всего 4800 граммов. Теперь главное не ошибиться, как подписать эти числа. Смотри, чтобы у тебя были единицы под единицами, десятки под десятками, сотни, единицы тысяч. А под десятками тысяч пусто, потому что во втором слагаемом только единицы тысяч есть. Теперь прибавляем, начиная с единиц, начиная справа. 0 плюс 0 равно 0, 2 плюс 0 равно 2, 3 плюс 8 равно 11. Но мы уже рассматривали, как записать 11. Пишем 1, 1 единица. А 1 десяток запоминаем. Запомнили. И этот 1 десяток прибавляем к 5. Равно 6 и плюс 4 равно 10. 0 пишем. 1 запоминаем. 1 запоминаем. 1 плюс 1 равно 2. Читаем ответ. 20 тысяч, 120. Но это чего? Это граммов. А потом надо будет выразить в килограммах. Сколько здесь тысяч? Столько и граммов. Отделяем три последние цифры. 20 тысяч. Значит, 20 килограммов. И 120 граммов. Получился ответ. Или, может быть, тебе проще сразу писать с наименованием. Здесь мы писали без наименования. А в случае В мы пишем сразу с наименованием, чтобы не потерять. Итак, первое слагаемое. 15 килограммов. 320 граммов. Прибавить 4 килограмма. 800 граммов. Подчеркнули. И опять же начинаем с единиц. Не забываем начинать с единиц. Слагаем. 0 плюс 0 равно 0. 2 плюс 0 равно 2. 3 плюс 8 равно 11. Единичку записали. А один десяток запоминаем. Переносим в килограммы. Дальше. 5 плюс 4 равно 9. И 1 запоминали равно 10. 0 пишем. 1 снова запоминаем. Теперь эту единичку прибавляем к той, что у нас была. Равно 2. Пишем 2. И сразу же под килограммами пишем слово килограммы, а под граммами пишем слово граммы, без точки. И читаем ответ. 20 килограммов 120 граммов. И теперь, когда вы получили результат 20 килограммов 120 граммов, то мы должны его записать куда? В условие, которое у нас написано выше. Итак, пишем ответ. 20 килограммов без точки. И 120 граммов. Вот так прибавляют именованные числа. Продолжение следует...